Дорогие коллеги, мы включились за две минутки до шести часов для того, чтобы начать нашу сегодняшнюю встречу, очень интересную, посвященную интересной теме. Надеюсь, что сегодня с нами очень много участников, которые не первый раз присутствуют на вебинаре. Я вижу, как вы приветствуете друг друга, как широка наша география, что оказывается и Байконур, и Германия даже, и крайний север. Я уж не говорю про все наши города Средней России вместе с нами, и это очень радостно, очень приятно. Меня зовут Суслова Екатерина. Для тех, кто видит меня первый раз, я хочу сказать о том, что я представляю наш портал МирСиба. Портал, специально созданный для специалистов, для логопедов, дефектологов, психологов, воспитателей, для всех, кто работает с детьми дошкольного возраста. И, судя по играм, которые мы сейчас стали делать, уже и для педагогов начальных классов, потому что линейка игр растет с каждым разом. И я хочу вас порадовать, что, оказывается, у нас завтра выкладываются еще новые игры. Шесть штук. Будет очень интересно, поэтому следите, пожалуйста, и те, кто пользуется подпиской, сможет завтра уже с ними и поиграть. Итак, сегодня я расскажу, как обычно, какой будет порядок нашего проведения, нашего вебинара, и мы приступим к рассмотрению нашей темы. Как обычно, вначале я рассказываю некоторым образом теоретическую часть нашей встречи. Сегодня мы говорим о взаимодействии логопеда и воспитателя. Тема очень широкая, я думаю, для всех очень близкая и необходимая. И, готовясь с ней, я поговорила с несколькими своими коллегами, которые работают сейчас в детском саду. Я вспомнила и свой опыт, поскольку довелось работать в разных местах, и по-разному складывались отношения с воспитателями логопедической группы. По-разному они выполняют свои функции, по-разному взаимодействуют. И сегодня мы коснемся этой проблемы, как эту связь сделать интересной, и как ее упрочить, как построить отношения, которые бы развивались на пользу детям, с которыми мы занимаемся, прежде всего. Я буду опираться на презентацию, поэтому выключу видеокамеру для того, чтобы вас не отвлекать. И мы поговорим о каких-то важных аспектах. Затем мне бы хотелось показать вам игры, которые, насколько я знаю, воспитатели тоже используют в практике работы с детьми. То есть это игры, которые логопед хорошо знает, и он делегирует воспитателю, чтобы он поиграл тоже с детьми. Здесь, конечно, мы говорим о ведущей роли специалиста, который, во-первых, знает хорошо игры, во-вторых, всегда подбирает те игры, которые касаются той темы, которая сейчас идет в группе. И поэтому весь общий контент, с которым работает и воспитатель, и логопед, еще и дополняется вот такими играми. Безусловно, мы коснемся здесь и федерального нашего государственного стандарта новых ГОСов, да, потому что в ГОСы сейчас и приветствуют, и говорят очень много о развивающей среде вокруг детей. И, безусловно, интерактивные игры являются элементом этой развивающей среды. Вот, когда мы подробно об этом поговорим, мне бы хотелось показать вам игры, особенно тем, кто с нами первый раз. Думаю, что вам будет очень интересно. То в конце нашей встречи мы, значит, с вами будем говорить о том, какие у нас еще ждут события этой весной. Потому что, получается, смотрите, 25 число, это наш последний мартовский вебинар, следующий будет 1 апреля. Но мастер-класс у нас будет в субботу, 28 числа, и я поговорю о нем подробнее в конце нашей встречи. Вот, а также в конце мы будем заполнять сертификат. Поэтому, пожалуйста, те, кто с нами первый раз, не волнуйтесь про сертификат, и его форма будет открыта в конце вебинара, и вы ее спокойненько заполните. Она очень-очень простая. Вот, я думаю, наши постоянные слушатели отмечают именно этот момент. Итак, давайте с вами приступим к этой теме. Я еще раз приветствую тех, кто только включился, вот, в 18 часов с нами, и проведет этот час с небольшим, вместе с порталом Мирсиба. Потому что я знаю, что все наши друзья – это люди, безусловно, продвинутые пользователи в плане ИКТ-технологий, которые и представляет Мирсиба. То есть Мирсиба – это прежде всего дидактический интерактивный материал, который помогает нам взаимодействовать с детьми, который помогает их развитию, который является очень хорошим стимульным материалом для детей. Все это очень доступно, все это очень интересно. Ой, пока не забыла, вот, боюсь, что во время встречи вдруг заговорюсь. Я хочу пригласить тех, кто живет в Москве и в Подмосковье. Завтра, возможно, многие из вас будут на педагогическом марафоне, который ежегодно весной проходит в педагогическом университете на Пироговке, да, метро Фрунзенская, в главном корпусе МГПУ. Когда я его заканчивала, это было МГП имени Ленина, сейчас это Московский педагогический университет, главный педагогический университет Москвы. Там проходит очень интересный педагогический марафон. Если кто-то о нем еще не знает из москвичей и тех, кто близко живет, то имейте в виду. Мы там тоже будем представлены, естественно, и со своими дисками из Мирсиба. И я, конечно, жду этой встречи, поскольку очень много людей, которые мне сказали, что они будут завтра, и у нас будет возможность вживую увидеться и пообщаться. Я буду всем рада, поэтому подходите, находите нас там и будем общаться. Очень интересны ваши вопросы, ваши предложения, ваши отзывы о том, как вы работаете с Мирсиба. И, прежде всего, пожелания, поскольку развиваемся мы и создаем наши игры, исходя, прежде всего, из обратной связи с нашими специалистами. Итак, я сейчас буду опираться на презентацию. Мы поговорим с вами на главную тему, которую сегодня я заявила. Это взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя с учетом ГОС. А затем будем смотреть с вами игры и портал. И я думаю, что очень полезно и интересно проведем это время. Итак, давайте с вами включаться в нашу работу. Сейчас я делаю кнопочку, нажимаю, и мы приступаем. Вот так, да, еще и скроем здесь кнопочки. Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для создания развивающей игровой среды с учетом ГОС. Пожалуй, вот именно когда мы очень подробно и много стали говорить про ГОС, да, уже второй год, эта программа вместе с нами, то вот эти фразы о развивающей игровой среде, эта тема очень-очень сейчас стала востребована. Очень много на эту тему и говорится, и пишется докладок, и выступлений, как складывается эта среда. И, безусловно, кто складывает, кто организует эту среду? Это прежде всего мы с вами специалисты, которые работают с детьми. И если в ГОС, говоря об основных направлениях развития детей, подчеркивают, что это прежде всего социально-коммуникативные навыки, да, которые у детей развивают. Это познавательное развитие, речевое, я его подчеркиваю как самое для нас близкое, да, это художественное, эстетическое и физическое, то сейчас как раз так та самая тема, когда мы говорим о том, что все специалисты начинают больше и больше взаимодействовать между собой в каждом аспекте, да, вот этих заявленных направлений развития. То есть я, например, поскольку уже опыт большой работы, да, вспоминаю, что когда мы работали, у нас у всех были свои задачи, да, вот даже, ну, это музыкальный работник, у него свои функции, физкультурного работника не было, и психологов тоже не было, когда я работала, но, да, я, безусловно, я взаимодействовала с воспитателями, но, тем не менее, у нас были четко очерчены очень свои задачи. То сейчас идет такая тенденция взаимопроникновения одной области в другую, да, мы все делимся опытом, логопед очень приносит большое количество знаний воспитателю, да, обучая его, показывая свои методы для того, чтобы то дело, которое делает логопед, всячески поддерживалось и продолжалось с помощью воспитателя. И когда мы говорим об уровне взаимодействия, то мы, прежде всего, выделяем такие области, это диагностика, да, момент обследования, который длится, ну, как бы по расписанию две недели, мы обследуем детей, на самом деле гораздо дольше иногда это происходит, это коррекционная работа, которую проводит специалист, а ему помогает воспитатель, и это профилактическая работа, вот. И я здесь, пожалуй, даже несколько раз отвлекусь, но поделюсь с вами опытом. Вчера позвонила своей подруге Татьяне, которая работает в очень интересном детском саду в Москве, и уже работает там больше 20 лет, и сложился такой коллектив интересный, и, безусловно, если бы я даже вот пораньше к ней обратилась, может быть, если бы я заранее знала об этой теме, ну, сформулировала ее совсем давно, я бы ее, может быть, пригласила поделиться опытом, потому что опыт уникальный, вот то, как они работают, вот я ее послушала, и даже опираясь на вот ее подсказки, некоторые вещи для вас тоже здесь сформулировала, какие есть формы совместной деятельности, и как они это производят в саду. Вот, например, меня поразило, что у них такая, во-первых, они работают с очень сложными детьми, да, то есть абсолютно все группы коррекционные, дети с серьезными задержками развития, у них есть рекотека, которую вот Татьяна сама организовала, и, то есть, там были дети, ну, со сложными диагнозами, со сложным, я бы сказала, отставанием в развитии, а не только задержкой. И вот у них главный посыл, не просто дотянуть ребенка до нормы, да, но и взаимодействовать с ним, как с нормальным ребенком, предлагать ему, не ограничивать его в задании, да, как, можно же по-разному подходить, что вот он, ну, такой слабенький, давайте его оставим в покое, и не будем его особо трогать, да, ну, справляется он с чем-то, вот так потихоньку, да, наоборот. Вот у них такая тенденция, что вверх родителей, как она мне выразилась, что просто, говорит, работают и пашут, да, и я говорю, как тебе удалось вовлечь вот родителей, потому что вот я общаюсь с вами, получаю такую обратную связь, что, ну, ежаваются, как тяжело родителей подключить к работе, ну, вот ей это удалось, потому что, может быть, родители, которые не замечают проблем у ребенка, да, или же считают, что это не такие уж тяжелые проблемы, можно особо не упираться, да, и тогда их трудно вовлечь. Но она говорит, у нас такие дети тяжелые, что родители сразу накачиваются мыслью, что если не они, то никакого эффекта ждать нельзя. И вот у них, например, музыкальный работник, очень инициативная женщина, она поставила, вот не поверите, три оперы, да, три оперы уже поставила с детьми, причем с детьми с таким ОВЗ, да, крупным, что очень даже, мне это, знаете, просто меня это поразило. Она говорит, да, есть такие детские оперы, например, там промухутся котуху, где дети должны петь. И вот как весь коллектив детского сада работает с этой группой, да, как логопед работает с речевым материалом, воспитатель все заучивает, да, у музыкальных занятий это все репетируется, да, ставятся оперы, там родители костюмы подбирают. И вот, конечно, сейчас в детских садах очень популярна проектная деятельность, я думаю, вы с этим сталкивались, я тоже со своими коллегами наблюдаю. Это очень интересная, на мой взгляд, вещь, потому что уже мы отходим постепенно вот от этой программы, да, которая самим нам надоедает, да, когда мы идем вот только четко по этой программе, по этим овощам, фрукты, потом это мебель, транспорт, и все одно и то же из года в год. А когда берется какая-то проектная тема, и все вместе на нее работают, да, конечно, там никто нашу программу, никто нас не освободит от нее, мы работаем, да, но тем не менее, когда все охвачены каким-то общим интересным делом, и все специалисты работают на детей, да, предлагая им материал, возможно, который немного выше их возможностей, да, то здесь, конечно, и формируется вот это чудо. И, конечно, когда Татьяна говорит, каких детей они серьезных вытаскивали, да, потому что ребенок задействован в общее какое-то мероприятие, и она говорит вот о такой вещи, и я вот получаю от вас обратную связь, когда вот рассылка идет с моими советами, да, некоторые говорят, как вы советуете, вот ребенок очень слабо, очень плохо говорит, нужно ли ему давать какие-то слова на детском утреннике, потому что, ну что же, все родители увидят, что он плохо говорит, или он говорит очень медленно, ну вот не очень он хорошо выглядит, то вот у них в саду, например, очень четкая тенденция, что в любом мероприятии, в любом утреннике задействованы абсолютно всем. И это, я считаю, тоже очень правильно. Итак, давайте с вами начнем с диагностической работы, которая происходит в начале года, проводит ее логопед. Это логопедическое обследование всех детей среднего и старшего дошкольного возраста. И вот результаты этого обследования, они отражаются в группах, да, как правило, вот я помню, что у нас тоже был экран звукопроизношения, сейчас разного рода экраны делают, не только звукопроизношение, да, это могут быть некие таблицы или какие-то экраны, да, которые касаются и общих вещей, да, как дети рисуют, как они лепят, да, то есть вообще как-то отражают уровень их развития. Может быть, что-то они делают, и это сразу отражается на таком экране, который демонстрирует родителям прежде всего динамику. Родителям интересно то, как они, что происходит с их ребенком. И знаете, я вам как раз хочу сказать, что вот получила письмо, может быть, кто-то из наших слушателей мне его написал, и даже прислали мне такой файл, как, это после того, как вот я сделала рассылку, о том, об индивидуальной работе с детьми, да, с фотографиями, вот я с Васей-то со своим прислала, и она мне прислала тоже очень интересный документ, что по каждому мероприятию, ну, я думаю, это у Вас у всех делается, делается такой картинный материал, какие-то коллажи, да, и родители все время видят, что происходит. Вот буквально сейчас мы пришли с Николаем с выставки, и я слушала лекцию, не с выставки, а там было собрание педагогов Москвы, и вот они отчитывались о своей работе. И такая школа, знаете, очень продвинутая, там такие IT-технологии, все такое, и вот у них стоит киоск так называемый, вот в этом киоске таком интерактивном отражается, вот буквально, говорит, у нас прошло мероприятие, сразу все это сбрасывается на такой экран, да, вот как все равно компьютерный монитор, который стоит в коридоре, транслируется для всех, и родители, вот нажимая на кнопки, могут смотреть, что происходит. То есть я, честно вам скажу, первый раз такое увидела, хотя слышала о том, что вот в таких местах, где очень приветствуют все последние технологии, все те проекты, новые школы, там вот можно, буквально родитель пришел, и он посмотрел, что ребенок делает в течение дня, то есть это все отражается. То есть я сейчас говорю о диагностической работе, на самом деле вот эти отражения могут быть в самом разнообразном виде. Что касается диагностической работы, то здесь я считаю очень важным моментом, когда логопед, проведя эту диагностику и обследование, знакомит воспитателя группы достаточно подробно с тем, какие результаты этого обследования. Он рассказывает о проблемах каждого ребенка с тем, чтобы воспитатель учитывал его особенности в своей работе. И вот как раз я буду возвращаться к этому. Интересно, очень вчера специально с Татьяной на эту тему разговаривала, сколько она и кандидат в педагогических наук, и знаете, логопед очень, конечно, высокого класса, она говорит, что, например, воспитателю недостаточно просто сказать, что учитывайте, что этот ребенок тяжелый, что он замедленный, что у него такая-то проблема с речью. Нет, нужно вот просто говорить конкретно. Например, если лепят все бабочку, то этому ребенку нужно лепить кружочки, блинчики и колбаски катать. То есть если все рисуют более сложный объект, он должен рисовать что-то простое. То есть нужно четко говорить воспитателю, как нужно работать с ребенком, и что нужно не просто давать ему задачу легче, чем остальным детям, но и давать ее совершенно обоснованно и уверенно, и точно так же хвалить его за то, что он сделал по своим возможностям. То есть диагностическая работа очень важна, и очень важно ознакомить с ней воспитателя. Что касается коррекционной работы, здесь, конечно, огромный аспект, и этому можно, материал у нас очень много и в интернете, и вообще, я думаю, в вашем собственном опыте, потому что без помощи воспитателя очень трудно ребенку даже за два года привести к тому, ну, скажем, в кавычках, идеалу, к которому мы и планируем его привести. То есть чтобы у него была чистая речь, грамотная, и он хорошо, чисто, правильно говорил. Вот. И если... И есть очень важна помощь воспитателям, который помогает и участвует в индивидуальной и групповой работе, работе по развитию речи. Здесь идет все время контроль со стороны логопеда о том, какой материал, какой речевой материал прорабатывается вместе с детьми. Это, безусловно, что касается логопеда. Это ежемесячные рекомендации по планированию групповых и подгрупповых игр и занятий с учетом возрастных норм, а также лексических тем, изучаемых в данный период. Ну, здесь я даже никак в Америке не открываю. Как правило, у нас синхронно происходит лексическая тема, ее прорабатывает воспитатель и логопед. Это происходит синхронно. Безусловно, часто логопед работает в первой половине дня, поэтому с родителями чаще общается воспитатель. То, как это делать, на что обратить внимание, что потребовать с родителями, здесь очень важна консультация логопеда. Если у логопеда нет времени заниматься развитием мелкой моторики, или же он, конечно, может делегировать этот момент, воспитателю, а также взять артикуляционную моторику. Конечно, если большой поток детей, а большинство из нас очень перегружены, детей много, и так вот уделить внимание в плане артикуляционной гимнастики иногда нет времени. И если воспитателю объяснена задача, то он может каждый день проводить такую артикуляционную гимнастику, например, после завтрака. То есть какие-то режимные моменты регулирует, безусловно, логопед. Или уже Ольга Борисовна Покровская, моя подруга, логопед из Серпухова, она внедрила у себя в детском саду то, что мы с вами, помните, говорили, гимнастика мозга. Сейчас это очень популярная вещь. Это синхронные движения рук и ног, которые очень активизируют мозг ребенка. И, как правило, это происходит в первой половине дня перед занятиями. И это, конечно, чисто инициатива логопеда. И я считаю, что здесь, конечно, в ГОС нам совершенно не препятствует, а наоборот поддерживают наши инициативы. В плане того, что если вы считаете, что гимнастика мозга, и вы знаете, знакомы с этой темой, и хотите ее внедрить два раза в неделю или каждый день, вы это делаете. Если вы, как логопед, считаете, что у вас довольно-таки много используется ИКТ, на ваших занятиях вы играете в компьютерные игры, возможно, на групповых, то вы вполне можете внедрить, например, зарядку для глаз. Сейчас большое количество вариантов существует для детей. Вот такие зарядки, которые, если просто поставить себе такой цель, вы можете делегировать эту задачу, объяснить, как это делать, и воспитатель тоже будет проводить. И тогда вы всегда сможете и родителям обосновать использование интерактивных игр, потому что вы и занимаетесь профилактикой, и проводите зарядку для глаз. Вот спрашивают коллеги, и трансвукопроизношение демонстрируется всем родителям. Но я не вижу тут ничего страшного. Когда я работала, я демонстрировала всем родителям. Не знаю, что вас смущает, что кто-то увидит, что ваш ребенок говорит хуже, чем другие, но, по-моему, они это и так видят. Здесь очень важна ваша собственная позиция, понимаете. Вот как вы это подаете, родители, они, понимаете, склонны считать, если вы для них авторитетный специалист, вот как вы сказали, так и должно быть. Если у вас у самих какой-то момент такой, что вы не хотите показывать экран из каких-то соображений, ну, значит, вы вешаете его в группе, например, и так далее. Я просто хочу сказать о том, что наша деятельность с вами должна быть видна, потому что часто так бывает, что логопеда не видно. Я прихожу, ухожу к себе в кабинет, я пришла проводить групповое занятие, родители меня не видят, затем я беру детей индивидуально и так далее. А они должны постоянно знать, что логопед с ними работает, и что их задача мне в этом помогать активно. Поэтому мы и говорим о третьей части, о профилактической работе, о речевой работе, и не только. Об организации такой предметной среды, которая способствует максимально полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников. Скорее, это общие слова. Я очень люблю практические примеры. И поэтому то, каким игровым материалом наполнен, предметным игровым материалом наполнены группы, это часто зависит, честно говоря, не только от воспитателей, но и от возможностей этого учреждения, от родителей, которые тоже приносят какие-то игры, от того, что рекомендует логопед. Помните, мы с вами, когда делали вебинары по настольным играм, то говорили о том, что сколько было людей среди вас заинтересованных в настольной игре. И, безусловно, это может быть инициатива и воспитателя, и логопеда. Здесь главное, что... Чтобы было полное взаимопонимание у логопеда и воспитателя. Стихи на утренник подбирает логопед или воспитатель? Светлана спрашивает. Я здесь, Светлана, совершенно не считаю себя вправе какие-то директивные вам делать заявления, кто это будет подбирать, потому что я считаю, что грамотный воспитатель, который работает в логопедической группе, он учитывает проблемы ребенка с его речью, учитывает его возможности, возможности его памяти, его желание выступить. И здесь, даже если речевой материал... Понимаете, иногда ребенок говорит с таким нарушением, что какой бы ты ему речевой материал не подбирал, нет такого текста, где не было бы трудных звуков, и он бы прекрасно обошелся, вот так сказал, и все хорошо слышно. Здесь как раз задача перед логопедом этот материал отработать, потому что часто звуки поставлены, но еще не автоматизированы. И именно в этом стихотворении, как раз, который подобрали, там встречаются эти звуки. И вот иногда так можно отработать стихотворение, что ребенок пока еще не ввел в речь звуки, но в этом данном стихотворении он будет их говорить, потому что он почувствовал... Потому что прошла работа на эту тему. Вы закрепили именно в этом стихотворении навык. Поэтому я считаю, что здесь, безусловно, роль логопеда очень важна, потому что и в подборе материала, и в отработке. И в том, как логопед покажет воспитателю, как отрабатывать это стихотворение. Например, воспитатель может заниматься с ребенком и не знать, что у него этот звук уже есть в речи. Тут задача логопеда подсказать, что звук есть, и вот здесь вполне можно его поправлять. А где-то звука не значит, пока так. Вот, Вера пишет, что у логопедов в основном существуют лексические темы, а воспитатели работают по тематическому планированию. Не всегда лексическая тема совпадает с темами. Логопед должен подстраиваться, и это неудобно. Вера, здесь, конечно, я ничего сказать не могу, потому что вы либо согласовываете этот момент, либо не фиксируетесь на нем. Потому что любая тема, которую подает воспитатель или логопед, она отрабатывается с ребенком, и ребенку это нужно. И каждый преследует здесь свои цели. Здесь часто бывает, что, может быть, тема не совпадает, но какой-то проект, который идет вместе, который делает весь коллектив, возможно, он на себя берет больше этого общения взаимного. Поэтому здесь, сами понимаете, вы можете на это, как бы, вас это смущает, и вы либо решаете эту проблему, обсуждая с воспитателем, синхронизируя программу, либо оставляете так, как есть. Я, честно сказать, не вижу в этом большого криминала, потому что меньше всего это детям неудобно. Это нам своим может быть неудобно. Дети люди такие. Они пришли, сели, во что вы с ними играете, тому они и рады. То есть ваша задача просто это сделать максимально интересно, весело, доступно. Благо, что у нас с вами мотивационный материал весь существует на большом количестве. И здесь, конечно, я не могу не упомянуть о мероприятиях, которые проходят по взаимодействию логопеда и воспитателя. Мероприятий может быть очень много. Я здесь совсем только несколько выделила. Это, конечно, вечерний коррекционный час по заданиям логопеда. Видите, сейчас даже в продаже есть уже обычные такие вот тетрадки. Тетрадь взаимодействия логопеда и воспитателя. Мы всегда заводили свою собственную тетрадь, делали ее на две полоски. И я всегда просила, чтобы мне воспитатель написал какие-то, значит, я пишу свое задание и указываю тех детей, с которыми нужно провести индивидуальные задания, занятия. И воспитатель мне отписывается, как прошло занятие, на что обратили внимание, кто как себя вел. Возможно, с этим ребенком не позанимались, потому что его рано забрали. Если я рекомендую заниматься с интерактивными играми, есть такая возможность, в группе находится интерактивная доска или что-то, или ноутбук, то я указываю конкретно, какие игры должны быть. Потому что я не полагаюсь в данном случае, чтобы воспитатель тратил время, искал, во что бы нам поиграть. Скорее всего, я укажу тот спектр игр, который у нас сейчас в этой теме, или ту игру, в которой нужно отработать какой-то конкретный навык с данным ребенком. Ежемесячные консультации воспитателя по различным темам. Вот здесь я как раз тоже опять обращаюсь к опыту своей подруги Татьяны, которая говорит, что у них это очень поставлено давно и прочно, что раз в месяц логопед собирает всех воспитателей детского сада и проводит с ними такой семинар, семинар-практикум, я бы сказала, знакомит с какими-то новыми технологиями, с тем же Мерсибой, если логопед пользуется, как познакомить воспитателя. Только показав это все и объяснив, что это такое. Это могут быть темы, касающиеся обследования детей, темы, касающиеся индивидуальных особенностей этих детей, с которыми идет работа. То есть то, что необходимо в практике. Или, допустим, логопеды очень часто повышают свою квалификацию, например, на вебинарах или на семинарах, или было метод объединения. Очень важно ознакомить свой коллектив с новыми знаниями. И это очень-очень хорошо. Я считаю, что такое общение идет на пользу и логопеда, и воспитателям. Также я и говорила, что уточнение динамики развития особо сложных детей. Очень хорошо, когда собираются такие мероприятия для того, чтобы обсудить, как обстоят дела с детьми, какая динамика, может быть, у кого-то регресс и так далее. Это очень важно объяснить воспитателям. Так, смотрю на ваши вопросы. Какое взаимодействие может быть у логопеда с воспитателем на логопункте? Ну, Елена, понимаете, здесь вот какой момент. Если вам... Логопункт, конечно, это отдельная песня, потому что там вы работаете больше всего над звукопроизношением, там нету групповых занятий. И если вы взаимо... Я думаю, что если есть такая возможность, то на вечерние занятия могут продолжаться тем, что воспитатель берет ребенка и отрабатывает у него какой-то поставленный звук с помощью материала, который вы предоставляете, или играет в те игры, которые вы ему подсказываете. Вот на этой почве, я считаю, может быть у них вполне контакт. По какой программе должны работать воспитатели в логопедической группе? Ну, Эльвира, я, знаете, вот сейчас в программах-то не знаток, я вам честно скажу, потому что, ну, программа достаточно стандартная, и я думаю, что именно в ГОС нам сейчас позволяет выбирать программу, мало того, составлять ее самостоятельно. Поэтому если у вас есть идея такой программы, вы выстраиваете на весь год, и вы ее обсуждаете с заведующей, с воспитателем и утверждаете, то вот по ней-то вы и будете заниматься. Потому что очень много готовых программ, плюс те материалы и те идеи, которые вы можете вносить дополнительно. Потому что, вы знаете, вот что касается проектной деятельности, не могу о ней не сказать, потому что просто наблюдая, общаясь с коллегами, насколько это популярная и интересная тема в детских садах. Вот я и написала этот пункт контроля участия в проектной деятельности, потому что вот Татьяна сказала, что у них конкурс учтецов проводится, сначала на уровне всего детского сада в каждой группе, потом идет участие, значит, вплоть до финала. Или же у них есть проект «Мои любимые герои сказок», тоже как готовится. Работала я в другом детском саду. У нас были очень интересные темы, например, посвященные коллекционированию, какие коллекции дети с семьей собирают. Проекты, которые касаются путешествия в разные страны. Вот у меня Елена Васильевна Ильина, но такие они там интересные. Там в Антарктиду летали и в Австралию. Понимаете, это огромный проект, который занимает много времени и очень много работы требует от людей. И при этом я думаю, что это не значит, что они отходят от программы, обычной программы, которая идет у логопеда по планам. Именно спрашивают, сколько раз в неделю заполнять тетрадь взаимодействия с воспитателями. Знаете, я думаю, здесь все индивидуально, потому что я следила за тем, чтобы каждый раз, чтобы задания были на каждый день, да, но я старалась это заполнять в понедельник, на всю неделю вперед, для того, чтобы мне потом не отвлекаться. Часто об этом забываешь, да. Но тем не менее, я приходила, эту тетрадку брала, всегда просматривала, что пишут воспитатели, какие-то вопросы мы обсуждали. Вот это очень важный момент, вот это взаимодействие, эти хорошие отношения, вообще здоровый климат в коллективе, да, когда воспитатели, логопеды и музыкальные работники все дружат, все работают на общее дело. Это очень благоприятно сказывается на развитии наших детей, безусловно. Итак, мы постепенно подходим вот к теме взаимодействия логопеда с воспитателем, с использованием ИКТ. Тема очень важная, поскольку она и в ГОСМИ предусмотрена, вот, и приветствуется она очень активно сейчас, эта тема. И вот, говорю, мне дали, как сегодня, была на таком большом-большом собрании, где были специалисты, и вот я как раз послушала доклад детского психолога, как она рассказывала про сенсорную комнату, которой они пользуются у себя в саду, и очень она интересно рассказывала про интерактивные доски и интерактивные столы, которые у них есть и в саду, как они их используют. Вот как раз от нее-то я и услышала про киоск, так называемый, который установлен на входе, и все родители еще могут очень оперативно узнавать, что произошло в саду, и могут через него зайти на сайт образовательных услуг и так далее. То есть очень многофункциональные такие вещи в чистом ИКТ и КТ в чистом виде. Вот, поэтому проведение воспитателем логопедической группы в режимный момент и на логопедическом часе во второй половине дня могут проводиться пальчиковые игры, дыхательные упражнения с использованием компьютера. То, на что у специалистов не хватает времени. Я знаю прекрасно, поскольку сама в тех же условиях работала очень долго, что детей много, наша задача очень-очень многоярусная, и что только возможно, мы делегируем воспитателям, и те же пальчиковые игры, сами понимаете, на индивидуальных занятиях нет на это времени. Затем и специалисты, и логопед может поделиться с воспитателем на тему использования определенного видеоряда, какой-то картинный материал по лексическим темам. Вот здесь, конечно, нам очень пригодится с вами... Понимаете, да? Очень пригодится конструктор картинок, да, если у меня есть возможность, здесь у меня есть принтер в кабинете, я всегда распечатаю и поделюсь с воспитателем материалом, да, потому что я могу его отработать на групповом занятии, но чтобы закрепить эффект, я выдаю те же материалы воспитателю и показываю, что именно конкретно я хочу, чтобы какая была работа проведена. Или, например, да, ну, ладно, мы перенемся, это я хотела бы показать на примере игры. Вот Ольга пишет, не поняла тетради заданий, пишет только логопед. Оль, я хотела сказать о том, что, а мы в тетрадях сделали так, вот у нас каждый лист был поделен на две части, мне очень важно было, чтобы воспитатель написал отчет по тому, что он сделал, какую работу он провел. Потому что если я пишу по пунктам, что нужно поиграть в такую-то игру, выучить такое-то техотворение, сыграть в такую-то, допустим, игру, развивающую мелкую моторику, то напротив моих записей воспитатель указывает, что это занятие провели, что наиболее активен был тот-то, тот-то ребенок, что вот этого ничего не получается. То есть некий такой отчет, вот что я имела в виду, когда сказал о том, что я требую, чтобы и воспитатель отчитывался о своих действиях, потому что я могу писать в тетрадку все, что угодно, но если нет обратной связи, то я могу только догадываться, делали воспитатели свою работу или нет. То есть мне нужно, чтобы воспитатель написал. И на самом деле, если вы поставите так дело и будете регулярно это проверять, сами не забывайте, то воспитатели будут это делать, обязательно. Так, раз нельзя проводить групповые занятия, если у меня логопункт? Я прошу два раза в неделю, два раза в неделю. Лена, конечно, можно. Слава Богу, что у вас есть на это время. Я просто мало работала на логопункте, буквально только один год у меня такой был. И там нужно было исключительно заниматься звукопроизношением. Ставишь звуки, автоматизируешь. Так, этот ребенок уходит из группы, и не ходит ко мне, ходит другой ребенок. Плюс у меня на логопункте были дети из разных групп. То есть не было единой группы логопедической, куда бы я пришла и провела групповое занятие. Если у вас есть такая возможность, или дети сосредоточены в этой группе, тут я даже никаких комментариев не могу сделать. Я очень рада, что вы такой активный человек и проводите такую серьезную работу. Итак, мы с вами постепенно переходим к играм. Мне бы хотелось побольше показать вам игр именно на тему взаимодействия логопеда и воспитателя. Какие игры можно использовать. Это и работа над моторикой. Вы сказали об этом. Так, сейчас я зайду на сайт. Так, это сверну и вот зайду на Мирсиба. Те, кто с нами первый раз, сейчас понимают, что я зашла на наш сайт Мирсиба. То есть я нажала, зашла к себе в свое личное пространство, и вы то же самое увидите, когда зарегистрированы на Мирсиба. Вы увидите, что у вас есть календарь. Я рассказывала недавно, как с ним работать. Видите, у меня все здесь расписано на ближайшую неделю. Вот и педмарафон завтра у меня указан и так далее. Вот здесь у меня дневники детей, с которыми я занималась, показывала, как их создавать. А вот здесь у меня вкладка «Игр и упражнения». Именно об играх и упражнениях мне хотелось бы с вами поговорить, если у вас есть возможность, чтобы воспитатель по вашему заданию выполнил игры. Посмотрите, у вас как у специалистов, есть такие вот пункты, рубрики. И вот что я хочу сказать. Например, игра «А ты так можешь». Общая моторика. Я ее использую и как момент. Встанем прямо, улыбнемся и гимнастикой займемся. Сейчас на минутку выключу звук для того, чтобы вам сказать, что все эти герои озвучены стишками. Если воспитатели смогут, они заранее выучат с детьми эти стишки наизусть. И тогда у вас будет на занятии, вы можете проводить физминутку на групповом занятии, еще и с проговариваем стихов, потому что специалисту некогда учить стихотворение. А здесь уже можно опереться на воспитателя. Мишка-панда подкрепился, утолстел, развеселился и решил поприседать, чтобы вес чуть-чуть согнуть. Вот бартышка озорная, любит всех дразнить, играя, корчит рожицы, резвится, можно с ней повеселиться. И вот таким образом вы выбираете упражнения и учите, допустим, стишки, и можете порекомендовать воспитателю поиграть. И тогда, ну, вы же знаете, дети, они же любят одно и то же повторять по много раз. И поэтому для них эти герои будут узнаваемы. Нет, 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 сказал жираф, не полезу в этот шкаф. Есть и пить я не хочу, я сегодня помолчу. Здесь такой и эмоциональный момент можно задействовать. То есть я все время говорю, поиграем в артистов, делай как это животное, сделай такое же выражение лица, скажи, он грустный или веселый. То есть, как всегда, очень много аспектов в том, чтобы не просто поиграть в игру, но еще много разных задач выполнить. Или же вот у нас пальчиковая гимнастика. Обратите внимание, вы попросили... Детский жадный малышей привидений приветствует тебя. Вы попросили воспитателя приготовить заранее карандашики и шарики, с которыми будет игра. Вверх-вниз, вверх-вниз, каждый пальчик поднимись. Вот как лобко я могу двигать пальцы по столу. То есть, если идет проговаривание ритмичное вместе с движениями, это еще более эффективная вещь. Так. Ну, чего? Лобко косточки катать. У вас карандаши. От себя. Получается отлично. Получитесь у меня. Вот Светлана спрашивает, должен ли воспитатель закреплять поставленный звук на автоматизацию. Я думаю, что нет. Это все-таки задача логопеда. Давайте все-таки разграничивать что-то. Воспитатель делает все исключительно по заданию логопеда. Понимаете? Воспитатель не может работать как логопед, да и, собственно говоря, не должен. То есть, вы знакомитесь с игрой, вы ставите задачу, воспитатель ее выполняет. Но ставить звуки и автоматизировать будет логопед. Другое дело, что у ребенка уже звук входит в речь. Можно предложить речевой материал, опять же, который вы сами предложите. Или ту игру, в которую поиграет воспитатель с ребенком. Держу, не потеряю. Да, вот у нас такие пальчиковые игры. Пожалуйста, можно вполне поиграть с детьми на занятиях и поиграть на групповых логопедических занятиях. То есть, я хочу сказать, что сегодня мне хочется вам показать игры, которые пересекаются, которые легко поймет и логопед, и воспитатель. Потому что, возможно, какие-то игры, связанные с фонематикой, мы оставим для себя, как для логопедов. А воспитателю делегируем игры, которые... Продолжение следует... 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 Спасибо. Давайте-ка с вами вернемся. Но зато мне, видите, 3 минутки помолчать. Делать такой себе перерыв маленький. Итак, я захожу на Мерсива, потому что сейчас как раз у нас идет такая практическая часть. Я хотела бы показать вам игры, которые способствуют как раз и развитию детей, и взаимодействию воспитателей и логопедов. Такая вторая часть нашего общения с вами. Теперь видно. Сейчас все будет видно. Итак, я показала несколько игр, несколько развивающих, две развивающие игры на развитие моторики. И мы с вами стали говорить о том, что на групповых занятиях очень хорошо использовать викторины, которые есть на Мерсиве. И, кстати говоря, читая ваши комментарии, вижу, что Людмила пишет, что у них есть в группе интерактивная доска. Ну, вот в этом плане Мерсива, я считаю, идеальный вариант. Также на интерактивной доске будет очень много игр, которые завтра будем демонстрировать на педмарафоне. Вот, поэтому у кого есть возможность, присоединяйтесь еще раз, приглашая тех, кто имеет возможность нам прийти. С пробелом я пропущу инструкцию. Кто из этих прав? Осенью в парке я наблюдал красивый камнепад, а я львовался листопадом. Что бывает осенью? То есть вы, зная уровень этой викторины, уже понимаете, кому вы можете предложить. Скорее всего, это детям старшего дошкольного возраста. И только ли они у вас будут по очереди выбирать правильный ответ или составлять предложение с этими словами. Здесь все зависит от ваших задач. Я слышала, что самое глубокое озеро на свете – это озеро Байкал. Причем здесь Байкал? Самое глубокое озеро – это озеро Чаат в Африке. Какое озеро? Самое глубокое озеро. Ну вот, пожалуй, такую игру вполне может провести воспитатель, потому что она носит такой общий развивающий характер. Она обогащает слова ребенка, заставляет его думать, придумывать собственные вопросы. Я очень люблю, когда есть задача назвать этих мальчиков, дать им имена. Я вчера помогал папе чинить машину. У нее сломались дворники. Ну и ну. У машины не бывает дворников. Это ты сочиняешь. Есть ли у машины дворники? То есть, если дети не слышали таких слов, таких понятий, это наша с вами задача им объяснить. Вот такого рода игры мне очень нравится проводить с детьми. У них есть возможность отвечать по очереди, зарабатывать какие-то баллы на эту тему. Так же, как еще одна викторина – это хитрые вопросы. Похожие немножко. Викторина, опять же, придумывайте имена этим детям, ставьте свои собственные задачи. Хотят проверить, много ли ты знаешь. Такая познавательная игра. Если сможешь ответить на все их вопросы правильно, то получишь звание магистра внималки и смекалки. Отвечай только да или нет. Начинай. Карабас-барабас – лучший друг геро. Уверен? Да, то есть, смотри, здесь вопросы не написано, здесь ребенок должен понять их на слух. А это тоже очень важный момент, потому что мы с вами знаем, работая с речевыми детьми, как дети сложно воспринимают какой-то вопрос, какую-то задачу. Она требует от них особенного внимания. Вопрос повторяется только один раз. Нужно его услышать и ответить правильно. Откуда ты все знаешь? Май идет после апреля. Уверен? И здесь, пожалуйста, прежде чем вы дали ответ, можно повторить месяцы весенние. Да. Соображаешь, однако. Есть птицы, у которых по три крыла. Слышал? И вот это все бывает, не бывает. И здесь как раз, знаете, сразу думаю о том, что вот эти творческие моменты, придумывания, угадывания. Бывает птица с тремя крылами или ай с четырьмя ногами. Какие-то невероятные вещи, потому что, понимаете, дети наши современные, у них очень такой большой визуальный ряд, наглядный, что они сами с большим трудом что-либо придумывают. И здесь я знаю, что многие из вас занимаются творческим рассказыванием, какими-то фантазийными вещами. И как раз вопросы вот из этой области, интересные, которые заставляют ребенка подумать о каких-то необычных вещах. Соображаешь, однако. Ну и так далее. Думаю, что совы покрыты перьями. Так бывает? Вы отвечаете на все вопросы и становитесь магистом. Здесь у вас вся линейка игр, которые может играть воспитатель по вашему заданию. Если сейчас, допустим, или осенью, или когда-то вы проходите в дни недели, как правило, дети плохо запоминают дни недели. Добро пожаловать на железнодорожную станцию. Сегодня нам нужно будет отправить один удивительный поезд. Поможешь мне? Собирай поезд в том порядке, как идут дни недели. Сначала лагон в понедельник, потом вторник и так далее. Ну, здесь мы, безусловно, я все время это не устою подчеркивать, проводим предварительную работу. Сначала дети изучили дни недели, мы поговорили об этом. А затем они уже ставят эти поезда. И сам вот этот процесс, что поезд приехал, вот эти все звуковое оформление, это очень все интересно и симпатично. Даже если ребенок не может прочитать, посмотрите, все слова озвучены. Вторник. Воскресенье. Суббота. И так далее. Вторник. Верно. После понедельника идет вторник. Да, и тут вам дети подсказывают и собирают этот поезд для того, чтобы потом запустить его уже в путь. Опять верно. Среда сразу после вторника. На какой сегодня день недели и так далее. То есть вот это чисто воспитательская задача для того, чтобы проработать дни недели. Хотя я понимаю, что как логопед я тоже об этом детей спрашиваю. И в общем довольно абстрактное, конечно, понятие у них в голове. У ребенка каждый день, как целый мир, как целое открытие, которое ждет его впереди. Поэтому понедельник – это среда, июнь – это или 21 век. У него, конечно, в голове еще пока не укладывается. И я, знаете, честно вам скажу, не очень настаиваю на этом, на всем. Потому что я понимаю, что нет ни одного злого человека, который бы уж сильно путался в днях, неделях, только если вдруг что-то забыл. И поэтому я каждый раз общаюсь с детьми и понимаю, что вот у меня стоит задача объяснить ему времена года, месяцы, недели, часы. Но все-таки это очень постепенное формирование таких понятий. И, пожалуй, вот такого рода игры, они способствуют закреплению. И даже если у кого-то отложилось в голове, он потом забыл, вы когда-то вернулись к этой игре, уже ребенку интересно. Или вот игра, которая называется «Сорока-белобока». «Сорока-белобока». Про викторину скажу, Галина, у нас эти игры и на дисках тоже есть. Моторика тоже покажу, на каком диске есть. «Сорока-белобока». Рачительная хозяйка. Все, что вижу полезного, тащу к себе в гнездо. Смотри на предметы и слушай сороку. Это работа с лексикой. Она расскажет, вполне воспитателю по силам. Овощей давно на ужин не ела. Жду, когда овощи в гнезде появятся. Вот, пожалуйста, вам и тема овощей. Вы ее можете и повторить, и назвать, и составить. Я все время говорю, прежде чем какой-то овощ положить сороке, пусть ребенок даст определение или составит маленькое предложение или еще что-то. Или назовет ее цвет. Да, все в моем будет. В поле с улетала, много ягод и грибов видала, доставку заказала. Ягоды мне, пожалуйста, в гнездо доставьте. Что такое ягоды, где они растут? То есть, может быть, вы играете быстро. Я что хочу сказать, что вот в эти игры, первое, это подготовительная работа, то есть вы даете детям, которые уже имеют представление о теме, да, о теме. Второе, это многократное возвращение к этой игре через какое-то время. Поскольку на сайте сейчас 136 игр, а завтра будет 142, то вы никогда не надоедаете, это никогда не надоедает ребенку. И сейчас вы продолжаете занятия, вы продолжаете тему занятия, а для ребенка это игра. Так, что она там, ягоды у нас хотела? Ну, дадим ей ягоды. Вот так подходящий. И так далее. Скоро гости придут, а в гнезде мебели нет. Скорей, мебель мне тащи! Что мне их, я и поставила задачу в этой игре, понимаете, взять разные темы. Здесь не только мебель и овощи, да, как в данный момент попадается. Здесь еще и, например, стеклянные мне вещи принесли, прозрачные или электрические, да, то есть, чтобы ребенок развивал разные сферы и понятия обобщающие. И так далее. Вот у нас сорока играет с разными предметами. Что понадобится в школе примерному ученику, то и мне принеси скорей. Тут можно и поиграть, а понадобится ему лего, понадобится ему домино и куклы, да. Чем ученик отличается от ребенка, который уж не ходит в школу и так далее. То есть, вот здесь, мы как раз вот здесь, на этой всей палитре, мы видим игры, которые вполне может играть воспитатель по заданию логопеда, потому что вещи, которые, может быть, не входят в тему, да, но все равно они осваивают. Это, например, работа с понятием времени и часы. Не помню, чтобы он демонстрировал эту игру, но чтобы вы знали все игры, я хочу вам и показать. Я веселый, добрый гном. Заходи скорее в мой дом. Видишь, сколько здесь часов. Поиграть со мной готов? Веселый гном притаился за часами. Как его найти? Слушай внимательно его подсказки, определяй время и нажимай на те часы, про которые говорит гном. Ихи меня там, где на часах шесть часов. Безусловно, это уже старшие дошкольники, а, скорее всего, это еще и младшие школьники, потому что сейчас, конечно, в основном электронные часы, и дети плохо ориентируются в таких. Вот и гномик пыльный. Быстро нашел. То есть, подсказывайте детям. Ихи меня там, где на часах пять часов. Что удобно в группе, да, если идет в группе занятие, то, возможно, часть детей и не определит время, да. А кто-то знает, вот кто лучше знает, тот может поднять руку или просто выйти, вы его вызываете, и он объяснит и покажет, да. Как правило... Я плохо спрятался. Как правило, всегда есть в группе часы, да. Дайди меня. Я за часами, на которых один час. Да, то есть, как правило, в группе есть игрушечные часы, в которых дети водят стрелками, и вы сначала, безусловно, разбираете эту тему, а потом уже приступаете к интерактивной игре. И таким образом занятие продолжается, но вот с таким интерактивным моментом, безусловно, детям веселее и интереснее. В следующий раз меня не найдешь. Вот, и такой вот гномик, он крячется и так далее. Ищи меня там, где ты. Что я еще хотела сказать, когда имела в виду, что делегировать какие-то задания воспитателю не только вот по окружающему миру, там, или он с малышами может поиграть в мышкин завтрак, или по домам, да, жилища животных, или дикие домашние животные, послушать их, если дети такого уровня, что им это все интересно, да, это либо малыши, либо дети там с серьезной задержкой развития и так далее. То вот здесь вот в окружающем мире 13 игр, которые очень хорошо подходят для работы воспитателя. Но у нас же есть игры еще и по математике. Я вам хочу сказать, что на нашем диске, который называется «Ума-палата», как раз и собраны игры, которые подходят для работы с воспитателями. Там есть несколько игр на математических, да, то есть все игры, которые вы видите на сайте, они доступны тем, кто пользуется у нас подпиской, да, и большинство наших пользователей. По подписке вам доступны все игры и в любом количестве, в каком они появляются здесь. На дисках у вас те игры, которые есть на дисках, если нет интернета, это отличный выход из положения. Вот, например, на диске у нас есть игра, как «Ума-палата», по-моему, как считают индейцы, да, простой счет в пределах 10. Сейчас я, как бы, уклонилась от логопедической задачи, да, говорю о том, что, тем не менее, с таким контентом может познакомить логопед-воспитатель, потому что воспитатель – человек такой, и он математикой с детьми занимается. Я, Орлиный Глаз, и мои сыновья приветствуем тебя. Они ловкие охотники и меткие стрелки. Посчитай их добычу вместе со мной и напиши ответ. После этого нажми кнопку «Готово». На моей речке один бобр построил плотину, «А у меня нет бобров на реке». Сколько бобров в нашем лесу?» Вот, понимаете, задачки все не очень-то простые. Требуется от детей внимания. «О-да! Я добыл трех волков!» «А я добыл двух волков!» «Сколько волков добыли мои сыновья?» Ну, вы пишете ответ. А, возможно, у вас дети, естественно, вам подсказывают, что писать, я имею в виду, воспитатели, да? И тогда таким образом можно поиграть и в такую игру. «Мимо меня ночью пробежали девять куниц!» «Я вообще куниц не видел!» «Сколько куниц видели мои сыновья?» То есть, видите, требуется смекалка, чтобы указать правильный ответ в таком задании. «О-да! Бледнолицый! Ты поросил нас своим знанием и упорством. За это тебе подарок от нас, от меня и моих сыновей». Вот такой подарок от индейцев можно получить, если правильно решить эти примеры. То есть, вот что я вам хотела сказать, что очень есть игры математические, да? На знание цифр, на знание чисел, на умение считать. Но ваша задача, понимаете, поскольку уж если у вас подписка или у вас есть диски, да? Вы знаете все игры. Вот что я хочу, все до вас донести такую мысль. А воспитателю, может, нет подписки, ему некогда изучать все эти игры. А вы знаете. Так вот, так же игра «Возьмем звонок другу». Она здесь есть и в математике, но она же есть и в разделе, по-моему, «Связная речь», да? Потому что у нее сразу много целей. Она развивает и слуховое внимание, поскольку нужно запомнить цифры. Здесь есть элемент математики, поскольку, вы знаете, цифры набрать. Привет, дружок! Вот, и здесь же я преследовала такую цель, чтобы ребенок потом рассказал рассказ по мотивам игры. Для этого вслух повтори номер телефона друга, запомни его, а потом правильно набери эти цифры. Вот повезло! Купил два пилетных концерта ансамбля «Болотные вопли». Приглашу зайца. Запомни номер телефона зайца. Девять, три. А теперь набери номер телефона зайца. То есть идем от простого. Нужно запомнить две цифры. Ребенок набирает их. Или вы набираете под диктовку ребенка и звоните зайцу. Заяц, привет! У меня два отличных билета на концерт. Идем? А что за концерт? Классическая музыка? Болотные вопли к нам приезжают. Повеселимся! Нет, это я не люблю. Если бы концерт Моцарта, то пошел бы. Тогда приглашу енота. Звоним. Запомни номер телефона енота. Пять, ноль, шесть. А теперь набери номер телефона енота. Вот, нужно запомнить. Видите, уже три цифры. И так далее. Идет по возрастающей. И каждый раз какой-то диалог. Звоним. Звоним. Кинут! Отличная новость! Идем на концерт. Привет, Клак. Когда это? Сегодня вечером. Болотные вопли с новой программой. Эх, обожаю эту группу. Но сегодня не могу. Родственники приехали. Маму что-нибудь позвать? Позвоню-ка ей. Запомни номер телефона мамы лягушонка. Лягушонка. Шесть, один, восемь, три. А теперь набери номер телефона мамы лягушонка. И так далее. Смотрите, нужно уже запомнить четыре цифры. И я все время говорю о том, что по итогам игры очень важно пересказать, дать возможность детям рассказать, с кем разговаривал лягушонок, кого он хотел пригласить. Потому что нам с вами очень важно убедиться в том, что ребенок понял, о чем идет речь. И это, конечно, и диагностический для нас с вами момент. Если ребенок, играя в такую игру, вообще не понимает, с кем разговаривает лягушонок, что он не запомнил для нас, это такие маркеры, на что обратить внимание, занимаясь с ребенком. Ни в коем случае не нужно идти с большим опережением того, что он может. Но если ребенок справляется с игрой, если он в этот раз запомнил только двух персонажей и диалог с ними, а в следующий раз запомнил три, вот уже и динамика. Понимаете, вот для чего мы и повторяем эти игры. Мама, это я. Я тебя на концерт приглашаю. Вот, спасибо, сынок. А когда? Сегодня вечером. Сегодня? Ну вот, обидно. Сегодня-то я на маникюр записана, а потом мы с твоим папой тину на зиму запасаем. Ну и так далее. Мама тоже занята. О, пчела обожает концерты. То есть несколько персонажей. И здесь очень важно, я все время об этом говорю, по мотивам игры поговорить с детьми и, возможно, по мотивам игры придумать некий свой диалог. Вот, пожалуйста, если идет работа над связанной речью, над диалогической речью, монологической, то вот такая игра во время этих занятий или по итогам занятий можно как раз и позаниматься. Вот спрашивают коллеги, с каким количеством детей можно работать, используя игры Мерсиба. Как раз я вот пытаюсь до вас донести такую мысль, что можно работать и индивидуально, и с подгруппой, если у вас ноутбук или компьютер стоит с хорошим монитором, дети сидят. И это групповое занятие. Ну, в том случае, если у вас есть интерактивный экран или проектор, который легко подсоединяется к компьютеру, и игры идут либо с сайта, либо вы вставляете дисковод с диском и играете. И здесь как раз я и объясняю нюансы вот этой работы групповой. Она заключается в том, что... Ну, это как вот если бы вы вывешивали на доску, как мы раньше делали, разные сюжетные картины или предметные. Вы же регулируете то, как общаются дети, как вы им задаете вопросы, как они отвечают. Вы спрашиваете их по очереди. То же самое и здесь. Просто отличие в том, что есть интерактивный момент, что помимо того, что вы подтверждаете правильность ответа детей, это еще подтверждает и интерактивные герои, которые взаимодействуют вместе с ним. И поэтому, если есть такая возможность, то вы занимаетесь со всей группой. Что касается каких-то логопедических аспектов, вы знаете, что у вас здесь есть такая вот рубрика «Постановка звуков». Она, конечно, ближе к логопеду, но если логопед считает возможным, если опытный воспитатель, и вы продемонстрировали воспитателю, как вы поиграли на групповом занятии или даже на индивидуальном, то вы можете предложить какую-то из этих игр провести воспитателю на занятии. Например, те же болтушки-хохотушки, скороговорки. Вполне можно поиграть вместе с детьми и по очереди послушать, давать задание только тому ребенку, который может правильно произнести. Четыре близняшки. Болтушки знают много скороговорок. Выбери девочку и послушай, как она говорит. А потом щелкни по окошку и узнаешь, как надо говорить правильно. А у тебя так получится? Ну, вот это уже, может быть, и ближе к концу года, да, когда у детей хорошо поставлены звуки. Это очень важно и в аналитическом плане, да, что если ребенок говорит неправильно, то слышат ли его друзья, что он говорит неправильно? Ну, вот что... Так говорить нельзя. Давай послушаем, как говорить правильно. Щелкни на окошко. У выдра норовила выдрать рыбу. Вот, довольно сложная, конечно, скороговорка. Услышал, как правильно. Повторяй. Да, вот, и здесь дается время, чтобы ребенок повторил ее правильно. Потому что нам с вами важны понятия. Ребенок понял, что девочка сказала неправильно, да? Фотопоз пьет в воду из-под фотопопода. Да, вот она у нас оглушает все звуки. Нет, не так. Давай послушаем, как говорить правильно. Щелкни на окошко. Удовоз пьет в воду из-под водопровода. Да, мы, естественно, с вами не будем требовать и от воспитателя, или от ребенка, чтобы он быстро проговаривал эту фразу. Нам достаточно, чтобы он ее проговаривал четко. Да, если воспитатель хорошо знаком с тем, как идет динамика речевая у детей, он предложит такую скороговорку только тому ребенку, который может ее повторить. Да, для того, чтобы это выглядело действительно эффектно. Вот с такими болтушками и хохотушками можно хорошо очень поиграть. Опять же, если речь идет о том, что вы закрепили материал с детьми по какому-то звуку, вы можете поиграть вот в такую замечательную игру, как таинственная картина. Опять же, логопед указывает, какой звук мы выбираем, какую букву выбираем. Возможно, мы берем пока нейтральный вариант. Сейчас я пробелом пропускаю инструкцию. Возможно, выбирая нейтральный вариант, на «к». И одновременно экономатическим звуком занимаемся. Догадайся, о чем идет речь. Назови это и щепни понаблюдение. Вот такая многофункциональная игра. Пушистый, звериный, мягкий. Пушистый, ласковый, мурчащий. Вкусный, сытный, дрожжевой. Хлеб, только я не помню. А, на КГХ, видите, там, вот я сейчас прям задумала, что же такое хлеб. Имеется в виду на КГХ, видите, слова. Хлеб, горох, книга, голод, гора, этот самый, мухомор, гнездо. Вот о чем идет речь. Птичье, легкое, уютное. Гнездо. Убрали наклейку. Новое, красивое, пластмассовое. Что это? Красивый, ядовитый, лесной. Мухомор, да? Обязательно ребенок проговаривает. Белый, летящий. И здесь и ваша задача сказать воспитателю, что это не просто игра на угадывание. Ребенок молча открывает картинку. Он должен произнести это слово. А если вы ставите задачу еще добавить какое-то определение, составить предложение с этим словом, то это только улучшит эффекты. Интересное, бумажное, захватное. Ну, условно, в такую игру можно поиграть и просто с предметными картинками, с карточками, которые, возможно, вы сделаете в конструкторе картинок, или у вас и так богатый материал. Это можно поиграть и с предметами. Главное, что вы здесь учите ребенку, учите ребенка и давать определение здесь, и вот этот момент угадать загадку, по описанию предмета. Вот это многофункциональная очень задача. И в то же время вы здесь можете произнести только слова с тем звуком, который вы задали. То есть вы видели, что я могла бы выбрать картинки с шипящими, со свистящими, с Р и Л и так далее. Потом я считаю, что вот наши бродилки тоже очень хорошо подходят для работы групповой воспитателя, потому что если звук Л поставлен у всех в группе, все могут говорить, то вот здесь дети как раз и выходят по очереди играть. И, скорее всего, у логопеда ни на групповом, ни на индивидуальном занятии нету столько времени, чтобы... Сказочная игра приветствует тебя. Чтобы провести до конца эту бродилку. Жми на копилку заданий. Выпавшее число укажет количество ходов. Когда выполнишь шаги... Так вот, что касается вот этой игры... Назови картинки. Так, сейчас. В каком слове нет звука Л? Щелкни по картинке. Если это игра на дисках. Вообще весь блок по звукопроизношению у нас есть только на комплексе Логомер. Это диск с шестью-десятью играми. Отдельно диска на звукопроизношение у нас нету, и поэтому я могу сказать, что это только на сайте. То есть если у вас подписка, то, пожалуйста, все игры на работу со звукопроизношением у вас есть. И в Логомере они есть. Администрация Светлана пишет, что Логопед вел кружковую работу. Циклограмма рабочее время этого не предусматривает. Как и когда вести кружковую работу? Ну, Светлана, здесь настолько это индивидуальный момент. Вот как вы с администрацией договариваетесь? Я вижу, что... Ну, я впервые слышу, что она как бы в авторитарном порядке вам присуждается кружковая работа. Я видела такие моменты, что кружковая работа – это платная услуга для родителей, поэтому, как правило, педагоги заинтересованы, чтобы ввести платный кружок. Тему выбирает сам специалист, который организовывает этот кружок и так далее. То есть если это в циклограмме рабочего времени не предусмотрено, значит, кружок будет ввестись вне рабочего времени, поскольку это дополнительная услуга. Вот что я думаю. Итак, что я хотела сказать, что вот бродилки – это хорошая вещь для групповой работы, потому что дети по очереди вам называют предмет, и одновременно они повторяют слоги, и шагают, и учатся читать, и играют с этим колоком. Назови картинки. Какой слог есть во всех словах? То есть задача очень простая. Кто ответил? Тот, кто поднял руку, или кто поднял флажок. Это вы распределяете, как у вас идет взаимодействие с детьми, или как воспитатель это делает. Вот нажимаем на копилку заданий, выпадает четыре хода. Наш колобок идет на четыре шага вперед, а вы называете или дети слоги. Лы, Лэ, Лу. Он и повторяет эти слоги, автоматизирует звук, он их и читает, здесь он приобщается к чтению. И плюс еще вот такие многочисленные задания, которые стимулируют ребенка повторять слова со звуком Ла, Ма, Ча, Ла, Ка, Ла, Па, Ласт и Булка. Естественно, такую игру самостоятельный ребенок вряд ли будет играть, поскольку она, конечно, красочная и веселая, но все-таки ему самому трудно довести это все до конца. А вот когда это идет воспитатель, когда дети отвечают по очереди, тогда, безусловно, это отличный стимул. Или же вы просто смотрите на картинку и предлагаете ребенку назвать, какие он здесь видит слова с твердым и мягким звуком Ла. То есть Дупло, Белка, Ласточка у нас с твердыми звуками. Это Улий или же Следы. Это слова с мягким звуком Ле. То есть все зависит от того, какую вы ставите задачу. Если вы считаете, что воспитатель с этим не справится, то пусть он просто шагает по ходам и доведет игру до конца. Все-таки здесь, знаете, 27 вот таких кружочков, то есть нужно, конечно, время. И если у вас есть возможность, вы можете дать в качестве задания, единственное задание – это проиграть вот эту игру на звук. Этого будет вполне достаточно, поскольку она займет, наверное, минут 10-12. Так, как приобрести игры, Елена, обязательно расскажем в самом конце. Это можно сделать по подписке и купить диски. Вот, Оксана тоже интересуется. Конец старшей группы. Какие диски лучше приобрести на следующий год? Подготовишкам. Ну, конечно, вы можете приобрести и все включено. Это вообще весь комплект наших дисков, которые у нас имеются на сегодняшний момент. Это самый отличный вариант, потому что тут у вас будут игры на все случаи жизни. Там их получается больше 60. Вот, и воспитатели могут ими пользоваться, и вы тоже. Вот, я расскажу о том, как по подписке приобрести, поскольку у нас сейчас акция, и это очень интересное всегда предложение. Итак, я вам рассказала про блока звукопроизношений, опять же, на тему взаимодействия логопеда и воспитателя, потому что здесь очень важный и ключевой, я бы сказала, момент, когда логопед контролирует вот этот вот блок. Если что касается окружающего мира или работы над речевыми звуками, над моторикой, математикой, очень большой интересный блок на логику и внимание, воспитатель может просто по вашей рекомендации освоить самостоятельно, то что касается звукопроизношения, связанной речи или работы с грамматикой, у нас здесь есть игры на грамматику, здесь, безусловно, необходимы ваши комментарии, и, возможно, вы в письменном виде их обозначите, в той тетради, которую вы ведете, для записи, да, для того, чтобы были какие-то акценты. Или же опять вот как раз эти игры, которые вы используете, так, мысль-то какая была, да, что вы знакомите воспитателя с этими играми на вот таком методическом часе, который раз в месяц вы проводите. Вот. Можно ли придумать игры на звуке, как Альфия спрашивает. Я хочу сказать, что да, эти игры у нас в разработке, и, кстати, вот новые игры, которые будут завтра на сайте, они будут вот в этой рубрике «Последние новинки», а то у нас уже давно эти три новинки висят, теперь они сменятся, будут другие новинки, и вы увидите, что появились дополнительные игры на звуке. Ой, не знаю, будет ли в этом блоке или нет, потому что мы разработали симпатичные очень игры на мягкость, твердость, звонкость и глухость, да, для того, чтобы тоже в арсенале логопеда были такие игры. Вот. Ирина говорит в конструкторе картинок разработать лица на эмоции. Вчера составляла конспект, конечно, конструктор картинок выручил, но не хватило именно лиц. Ну, Ирина, я вам хочу сказать, что у нас будет совершенствоваться конструктор картинок, и мы будем добавлять в него новых персонажей-героев, и те, кто пользуются подпиской, конечно, все это будет у них, как само собой, они просто увидят это расширение, мы о нем предупредим. Но, на мой взгляд, вообще там не очень хватает этих персонажей, да, поскольку вот мне бы, я уже составила такой список для наших художников, должно быть побольше детей, побольше родителей, побольше персонажей, и побольше фанов, да, поэтому, что касается эмоций, вот это тоже хорошая, очень ваша подсказка, поскольку я понимаю, что и психологи активно пользуются Мерсиба, и для них тоже этот материал необходим. Вот, а пока я вам хочу сказать, что даже вот в наших играх, если обратить внимание, очень эмоциональные есть персонажи. Кто-то грустит, кто-то веселится, кто-то хихитничает, да, то есть кто-то хитрый, у всех свой характер. Можно? Вот, последний вопрос. Сейчас я расскажу. Я рассказала только что. Вот, поэтому я, значит, давайте с вами, я отвечаю на ваши вопросы, да, и некоторым образом приступаю к подведению итога нашей с вами сегодняшней встречи. Да, и мне очень приятно, что вы такие активные, столько интересных вопросов от вас поступает. Вот, знаете, сразу у меня уже появляются мысли и провести какие-то вебинары следующие, да, на эти разные темы. Вот, я хочу поддержать вас в той инициативе, которую вы все время проявляете, в том, что нужно составлять свою собственную программу, да, и я еще раз акцентирую на том, что в ГОСА нам это сейчас позволяет делать, да, то есть вы, хотя есть очень много готовых программ, будьте создателями, творчески относитесь к своим собственным программам, по которым вы идете. Затем, еще раз я уточняю, что воспитатель ни в коем случае не может заменить логопеда или проводить его работу или дублировать. Нет, он выполняет только те моменты, на которые указывает логопед, очень подробно рассказав задачу, да, здесь мы не перекрываем друг друга, здесь очень важно взаимопонимание. Вот, и поэтому вот эти игры, да, мы говорили о том, что предметно-развивающая среда сейчас у детей дополнена еще вот и компьютерными элементами, и игры Мерсиба, они являются таким вот дидактическим интерактивным материалом, которым, безусловно, наши воспитатели уже теперь знакомы, и для них специально у нас тоже есть диски. Вот, и именно воспитателям, которые сегодня возможно присутствуют на нашем занятии, я хочу сказать, что для них очень интересный будет мастер-класс, мастер-класс 28-го числа, вот, очень будет интересная тема, я вас всех приглашаю, сейчас еще расскажу пару слов на эту тему, вот, и еще раз вам напоминаю, что если вы владеете таким, владеете вот порталом Мерсиба, да, есть ли у вас подписка, или у вас есть диски, то вы всегда можете провести занятия с коллегами для того, чтобы они просто были в курсе, вот, в курсе того, что сейчас, чем располагает современная логопедия, вот, и отвечая на многочисленные вопросы, где взять такие игры, я еще раз показываю, вы зарегистрировались на Мерсиба, судя по тому, что вы находитесь на сайте Мерсиба, вы уже прошли регистрацию, да, и вначале вы видели только... Нет? Нет, я не могу через... Давайте расскажем о Мерсибе, что это такое. Ну, Николай мне подсказывает про Мерсиба, рассказает наши постоянные слушатели, конечно, и участники, и люди, которые пользуются, активно знают, какой это полезный портал, и что все больше и больше специалистов детских пользуются им, потому что это очень удобный, интерактивный, дидактический материал. Это игры, да, прежде всего это игры, и не только игры, это еще возможность вести документацию на Мерсиба, что, конечно, облегчает жизнь, особенно тем специалистам, например, которые занимаются частной практикой. Я не предлагаю вам дублировать ни в коем случае документацию, ведете вы или нет, но элементы какие-то можно использовать. Вот если вы с помощью такой вот кнопки создать аккаунт ребенка, завели себе дневник ребенка, да, вот у меня на каждого ребенка здесь есть дневник, то у вас есть возможность вот увидеть дневник, вставить его фотографию, вот уж мой любимый Вася, да, я вам не буду дублировать эту информацию, она есть на вебинарах у нас, то я просто хочу два момента показать. Это звуковой альбом, да, то вы можете только такой функцией пользоваться, записывать с помощью маленького микрофона, речь ребенка, для того, чтобы отслеживать динамику его развития. Видите, если я 15 октября 2012 года записала, как он рассказывал, стихотворение, а затем в той последовательности, с тем количеством, как я хочу, я записываю дальше, то мне это, конечно, очень удобно и наглядно, я вижу, как у меня ребенок развивается. То есть сегодня я не ставлю свою цель и рассказать подробно про документацию, я просто хочу сказать, что тем и замечательен, и удобен наш портал, что у вас здесь и календарь, и дневники детей, возможность ввести на них документацию. Это прежде всего игры и упражнения по всем темам. И все эти игры, они постоянно пополняются, их становится все больше и больше. Вот это, конечно, наш конструктор картинок, которые на портале вы можете им пользоваться, чтобы создавать свои пособия. Ну и, конечно, я еще раз обращаю ваше внимание, сейчас вот у нас, например, такой есть раздел «Письменная речь», что если вы видите вот такой третий значок, это значит, что помимо того, что вы сыграли в игру, вы еще и можете распечатать к ней задание. Ой, я же приготовила слайд, сейчас чуть было про него, не забыла. Значит, презентацию вы получите в качестве бонуса за сегодняшний вебинар. Вот сейчас, где у меня тут волшебная кнопка? Вот она. Вот так выглядят задания печатные, да, к большому количеству игр они есть. И для меня это очень большой подспорь, как и для вас, я думаю, если есть принтер, распечатали задание, возможно, вложили его в тетрадку с домашним заданием, ребенок выполнил дома это задание, или же, опять же, наши вечерние коррекционные занятия с воспитателем. Вложили разные задания для разных детей, или одно задание распечатали, там, в десяти экземплярах, у вас дети выполняют. Очень удобно, потому что вот как раз и идет переход из онлайна в оффлайн и в обычную работу, настольную работу с детьми. Вот, это я хотела вам уточнить этот момент. Так, возвращаемся к нашему. Сказала все. Все рассказала, все объяснила. Для тех, кто с нами первый раз, я думаю, будет очень интересно увидеть и посмотреть ваши игры, тем более мы всегда даем такую возможность по итогам нашего вебинара. Так, давайте с вами посмотрим, что вы сейчас находитесь вот здесь на сайте. Я хотела... Ага, вот пишут наши... Можно где посмотреть предыдущие вебинары? На Ютубе у нас их очень много. Прямо найдите портал Мерсиба, наберите на Ютубе. Там просто море наших вебинаров, послушайте их, это удобно. Так, и поднимайтесь вверх вот по этой ссылочке. Вы видите сейчас экран, и вы поднялись вверх, и видите полезные ссылки. Вот, и они действительно очень полезны. Сейчас я вам расскажу о них немножко поподробнее, для того, чтобы вы могли ими в полной мере воспользоваться на сегодняшний день. Во-первых, вы можете приобрести полный доступ к играм Мерсиба. Что это значит? Это значит, что когда вы оплатили подписку, и, значит, сейчас у вас есть несколько бесплатных игр, по-моему, 12 или 11, то как только вы приобрели подписку, смотрите, у нас такая скидка существенная на нее, что существует эта акция еще 8 дней. Так, 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 я просто смотрю. Можно подписаться на месяц на 30 дней, на 3 месяца или на год, и тогда все эти игры будут у вас в постоянном доступе. То есть вы зашли в интернет под своим аккаунтом, и, пожалуйста, сегодня 136, а завтра уже 142 игры у вас есть. Также, когда вы к нам здесь подписались, и у вас есть личный кабинет, и в этом личном кабинете, про конструктор картинок, да, конструктор картинок, как артикуляционная гимнастика, как и все эти игры, они у вас будут в полном доступе, да, то есть пока вы не приобрели подписку, у вас доступ очень ограниченный. А при подписке от полугода у вас еще и в личном кабинете будет такой сертификат, да, мы его разработали специально для тех, кто, возможно, аттестацию проходит, но всегда пригодится какая-то интересная бумага на тему, которая подтверждает, что вы активный пользователь ИКТ. Обратите внимание, что скидка 25%, и это, она бывает у нас не так часто, есть возможность приобрести ее именно сейчас, да. Во-вторых, у нас есть с вами код, да, волшебный наш код на двухдневный доступ ко всем играм Мерсиба. То есть если вы сейчас скопируете эту ссылочку, да, вот этот код, так называемый код, да, ВБНР 253, то есть 25-е третье число, да, и смотрите, вы ее скопировали себе и идете на, либо на сайт идете, так, либо вот здесь, на этой страничку, прямо нажимаете, далеко не ходя, применяете на этой странице. Ну, естественно, после регистрации. Нажимаете на эту страницу и попадаете сюда. Посмотрите, у вас спрашивают, есть код на скидку? А вы говорите, есть, и вставляете его сюда. Видите, он вставился. Пробелов никаких нет, четко вставили. Если все четко вставили, тогда у вас в течение двух дней, видите, у меня подписка сейчас до 8 мая 15-го года. Если я применю этот код, нажму на кнопку добавить, то у меня подписка, видите, промокод активирован, подписка стала до 10-го числа. И уже два дня у вас есть возможность посмотреть все эти игры, потестировать на собственных детях, убедиться в их качестве, убедиться в их количестве, да, и прикинуть, как они вам пригодятся на занятиях с детьми. В частной ли практике или в детском саду, если у вас есть интернет, да, если вы пользуетесь этим. А тем более, что я еще раз подтверждаю, завтрашнего дня у нас будет плюс 6 игр. И я думаю, уже довольно долгожданных, да, поскольку не вкладывали какое-то время мы новые игры. И обратите внимание, завтра вас всех зову, познакомиться с нашими новинками. Будут интересные игры и на звукопроизношение в том числе. Итак, опять смотрим на наши полезные ссылки. Вы применили код, или сейчас у вас есть возможность его применить в течение этих двух дней. И вот диски, да, вы спрашиваете все время про диски, я с удовольствием про них расскажу. Заказать диски с играми, Мерси, вы нажимаете сюда и переходите на ту страницу нашего сайта, где у нас есть подробный, подробный комментарий с рассказами на тему, какие у нас есть продукты, так сказать, да. Вот все включено. Пожалуйста, это все диски, которые существуют на сегодняшний день по очень большой скидке. Фактически вы сэкономили на доставке, да, потому что доставка даже обошлась, была еще дороже. Вот, но я считаю, что за такую цену это вполне себе вменяемо, это можно купить все диски, и тогда у вас все игры при вас. И я вас хочу предупредить, что, значит, игры идут с диска. Вот вы вставили в компьютер диск, их установились, они с диска, вы играете. Пошли вы на другой компьютер, взяли с собой диск, вставили в дисковод, опять игры идут с диска. То есть вы можете играть на многочисленных компьютерах. Главное, чтобы вы брали с собой этот диск. В комплект, получается, входит более 60 игр, и, конечно, вот наш любимый диск, конструктор картинок, который нам нужно уже переиздавать, поскольку он очень-очень популярен. Но в комплекте, если вы заказали комплект, вы его обязательно получите. Вот содержание набора и каждую игру я описала специально, чтобы вы могли прочитать и убедиться в том, что вот-вот все-все перечислено, можете это смотреть. Если вы пишете, значит, нажимаете «Заказать» и заказываете этот набор. Я все время призываю вас объединяться с коллегами, чтобы доставку себе облегчить. Заказали вместе с коллегами. И чем больше вы заказали, тем больше у вас идет скидка. Дальше вы выбираете способ доставки. Это либо будет экспресс-доставка, очень популярный метод, либо это будет Почта России. И когда вы выбираете способ доставки, вы заполняете свои данные. Здесь очень важно быть корректным, не спеша все заполнить, потому что по телефону, который вы укажете, вам позвонит наш менеджер. Да, потому что, знаете, иногда получаю письма, что я вот заказала, а где же все? Это значит, вы оформили заказ, теперь ждите звонка нашего менеджера, и вам обязательно перезвонят наши прекрасные помощницы, наши девушки, и с вами подробно обсудят, уточнят какие-то ваши данные, и все, доставка у нас действует довольно-таки быстро. Я уверена, что те специалисты, которые уже пользуются тисками, это подтвердят. Приходит все быстро, все в срок. Если какие-то проблемы, всегда можете нам позвонить, написать в техподдержку, никаких проблем. Все готово с вами обсудить и сделать так, чтобы вам было это удобно. То есть вот здесь такая строчка «Игры на дисках». Пожалуйста, вы можете посмотреть. Затем меня спрашивали на тему сегодняшних игр. Я хотела уточнить, что вот этот комплект хотел вам показать. Все включено. Очень популярный, как сказать большинству. И игр хотел диск «Ума палата» показать вам. Это вот прям сделайте подарок своим воспитателям, будете заказывать. Закажите им «Ума палата». Потому что даже если воспитатель не логопедической группы, а у них есть такой диск, здесь есть несколько игр на математику, на логику и внимание. Здесь есть викторины, здесь есть загадки. Вот они, наши индейцы. Здесь игры есть на чтение. В общем, очень симпатичный диск. Вполне для того, чтобы провести и вечерние занятия, не только логопедического характера, но и просто поиграть вместе с детьми. Заказывайте все точно таким же способом. Обязательно вам перезвонят, и вы уточните, что вам надо. Вот вам скажут, какая скидка у нас сейчас действует. Это я говорю о дисках, говорю специально для тех специалистов, до которых еще интернет вот прям в кабинет не дошел. Всегда многие предпочитают и дисками пользоваться. Я считаю, тоже очень удобный сейчас пока востребованный метод. Так, что я вам хочу сказать? Ну, так, вот приготовила даже слайд. Все-таки я хотела вам уточнить про наш мастер-класс, который состоится 28 марта. Пригласили коллегу Татьяну Борисовну. Знаете, я вам хочу сказать, что мне даже позвонило. Нажимайте на эту кнопочку, нажимайте и регистрируйтесь на этот мастер-класс Татьяне Борисовне. Потому что вот все, что касается ВОЗ, вот она специалист. Знаете, я именно от того, что вы без конца ко мне обращаетесь, сделаете нам вебинар по ВОЗу, я их делаю два раза, но я вам честно скажу, что то, как расскажет об этом Татьяна Борисовна, это, конечно, совершенно другой уровень, потому что я достаточно обзорно рассказала. Она расскажет ей подробно и поделится своей презентацией. Во-вторых, я вам хочу показать кусочек, она мне даже вчера написала, о чем она будет говорить. Я себе такую, знаете, подсказочку сделаю, что здесь будет теоретика, практическая основа, будет рассказ о ВОЗах, поскольку это очень актуально, и есть возможность показать презентацию по стандартам. Затем будет очень много интересного об игре, о мотивациях, наглядные игровые средства и их применение, да, то есть тема будет перекликаться с сегодняшней темой, но гораздо более глубже и шире раскрыта, поскольку у меня просто нет столько времени на это. Да, и материал, я, видите, вам больше интерактивных показала, Татьяна Борисовна покажет больше предметных материалов. Затем она предлагает очень интересные раздаточные материалы, там будет и презентация, в которых 15 дидактических игр с методикой проведения и несколько пособий по организации развивающей образовательной среды в соответствии в ГОСТ. А я вам хочу сказать, что когда вы получаете такого рода презентации или материалы, новые технологии, это для вас отличный способ использовать их в своих собственных наработках, в своих собственных защите аттестации. То есть вы это все можете себе присвоить, и школя скоро специалист с нами делится. Ну и, естественно, вы получаете в конце серьезный сертификат с печатью за подписью и ведущего нашего мастер-класса, и, соответственно, и руководителей портала. То есть вы получите сертификат. Осталось сейчас 29 мест, но я думаю, достаточно времени для тех, кто хочет попасть на наш вебинар. Я вас уверяю, что в московских центрах, где читают лекции такого уровня специалистов, все стоит гораздо дороже. А здесь доставкой на дом у вас есть возможность обратиться к специалисту. Заполняйте свой e-mail для того, чтобы мы могли напомнить вам про наш мастер-класс и вовремя прислать вам на него ссылку. И сертификат тоже. Там ничего заполнять не надо, вы получаете сертификат автоматически, и это будет ваша копилка, потому что вы потом получите этот мастер-класс в себе, и можете уже его прослушать его неоднократно. Мне само очень любопытно, что расскажет Татьяна Борисовна. Я хочу вас даже предупредить, что нас ждут некоторые сюрпризы, поскольку Татьяна еще к тому же, как выяснилось, поэт. Да, и я ее сказала, Татьяна, приготовь нам что-нибудь интересное, потому что, ну, знаете, вот хочется не только поделиться своими знаниями, но и хочется показать, какие у нас интересные творческие специалисты, какие они многогранные люди. Я все время, вот, помните, вам рассказывала, как я сама пошла рисовать, учиться и так далее, да еще вот такие поэтические личности. Ну, для меня, если пообщаться с такими людьми, я вас приглашаю к этому общению. Итак, я вам рассказала про наш мастер-класс. Я надеюсь, что все поняли, как приобрести доступ ко всем играм Мерсиба, как заказать наши диски. Напоминаю, что техподдержка у нас прекрасно работает. Любые вопросы задавайте. Код вы можете активировать. Не сию минуту у нас время есть, он будет долго еще действовать, до 27 марта. Это специально для тех новичков, в которых еще нет подписки. Мы даем возможность вот такую ознакомиться со всем, со всеми играми Мерсиба, создать себе несколько дневников детей и вообще как бы посидеть хорошенечко с этим и разобраться. Есть какие-то вопросы, пишите мне на лого собакамерсиба.ру тоже с удовольствием вам отвечу. Ну и давайте с вами сертификат получим. Нажимайте на ссылку «Получить сертификат». Получить сертификат у нас довольно-таки просто, если все грамотно, четко и не торопясь запомните. Он будет в течение часа-полутора еще доступен, поэтому, пожалуйста, не торопитесь. Четко пишите свою фамилию с большой буквы, имя и отчество пишем. Тот ваш электронный адрес, с которым вы зарегистрированы, на Мерсиб. Не просто какой-то адрес, а именно этот. Здесь, если у вас есть какие-то пожелания, какие-то предложения, пожалуйста, если хотите, то пишите и обязательно нажимайте на эту кнопку «Готово». Вот если вы проделали такую несложную работу, заполнив три поля обязательных, четвертый и необязательный, то вы получите сертификат к себе в кабинет. В личном кабинете он у вас будет. Давайте-ка я вам еще раз покажу, где находится личный кабинет. Итак, вы не спеша заполняете этот сертификат. Видите, вот такой значок «Человечка». Это и есть ваш личный кабинет. Здесь вся информация про вас. И здесь есть такая ссылка сертификата. Вот. И все сертификаты, видите, которые, если я заполняла свой адрес, то они мне сюда приходят. Я их скачиваю, и они в формате PDF легко распечатываются. Вот, дорогие мои. Так, сейчас дни дарить родителям нельзя. Как раз у нас эта функция отменилась. Это я уже вам говорила. Ну, мне хочется уже успеть ответить на все вопросы. Ну, я думаю, что на большую часть я ответила. А сертификат с печатью вы получите на нашем мастер-классе. Будьте спокойны. Так, ну, давайте с вами включим видеокамеру. Мне хотелось бы вас поблагодарить за внимание и уже отпустить вас ужинать или спать для тех, кто идет спать. Итак, наши полезные ссылки. Еще раз не торопитесь, посмотрите их. Они все будут доступны. Можете еще раз посмотреть какие-то места из этого нашего с вами вебинара. Вот я все уже вам показала и рассказала. Вот, давайте с вами немножко попрощаемся. Вот, с удовольствием с вами сегодня пообщалась. Очень всегда теплая атмосфера на нашем вебинарах. Я вижу, как вы с собой общаетесь. Я вижу, как вы вначале радуетесь весне, а кто-то жалуется на дождь или на снегопад, а кто-то говорит, что у природы нет плохой погоды. Это прекрасно, потому что весна раскрывается в полную силу. Уже мы с вами в следующий раз на бесплатном вебинаре увидимся 1 апреля. Веселый такой денек. А с теми, кто хотел бы поглубже рассмотреть систему, развивающей среды в детском саду, я вас, знаете, даже призываю пригласить своих воспитателей. Тоже, думаю, будет кому-то интересно и полезно. Наш мастер-класс Татьяна Борисовна 28 марта. Те, кто регулярно посещает мастер-класс, знают, что я приглашаю интересных людей. И у вас есть возможность задать непосредственно вопросы. Те, кто, допустим, оплатил мастер-класс, но не смог присутствовать, получите сертификат и запись, и заочно сможете потом посмотреть его. Я благодарю вас за внимание. С вами всегда очень хорошо, интересно. И я подготовила уже на апрель следующие вебинары, на которых мы с вами увидимся. Уже договорилась со специалистами. Мастер-класс тоже у нас их будет. Ой, 7 вебинаров подсказывает мне Николай. Будет у нас в апреле. Так что готовьтесь, выбирайте те, которые для вас наиболее интересны. Задавайте свои вопросы. С удовольствием на них ответим. Те, у кого есть возможность, приходите завтра на вебинар. Ой, на вебинар, на марафон педагогический. Увидимся. Да, на Фрунзенской. Да, МГПИ на Фрунзенской. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok